приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем изобилие и достатке сегодня мы с вами уделим внимание одному предмету который есть в каждом доме и использует этот предмет для каждая женщина это веник вы знаете веник с одной стороны это магический предмет а другой обыденная вещь которая есть в обиходе в каждом доме но именно в этом видео мы хотим с вами поговорить о том где же правильно хранить веник как его располагать для того чтобы в вашем доме всегда царили достаток лад любовь благополучие друзья обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого мы же кому вы желаете мира добра гармонии для того чтобы они знали и пользовались этой достаточно простой информацией также обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк этому вень и извините этому видео итак друзья вы знаете веник метла обладает достаточно огромной магической силой и держать стоит в определенном месте где ему положено для того чтобы именно эта вещь привлекала только все самое лучшее вашу жизнь как мера все знаем и неоднократно мы говорили на своем канале что домовой это хранитель семейного очага и это значит что его домик то есть веник всегда должен быть в идеальном состоянии денег всегда должен быть чистым и опрятным да и место в котором хранится метла тоже обязательно следует держать в полном порядке в противном случае домовой на вас может обидеться и тогда уже не ждите удачи и счастья и радости вашем доме никогда не храните веник в гостиной это помещение где всегда находится много людей и в этом помещении всегда люди общаются как правило между собой и ваши гости не должны видеть предметы которые помогают вам наводить порядок и чистоту вашем доме поэтому гостиная всегда должна быть наполнена чистотой светом поэтому веником щеткам там тряпкам что еще хуже бытовой химии однозначно это не то место если нарушать такие правила то вашем доме поселиться ощущение вот тоски нищеты постоянные будут ссоры конфликты которые будут со временем перерастать еще и в такие бурные скандалы дальше ванная комната вы знаете это еще одно такое вот запретное место для веника домовому не нравится жить во влажном и плохо проветриваемом помещении если держать домашнюю метлу в ванной то ее прутья будут наполняться влагой и это послужит от лишь отличным убежищем не для домового а только для болезнетворных бактерий и грибков таким образом веник ванной станет уже дать и не магическим а самым что ни на есть рассадником всяких болезней потому что таким образом подметая веником вы будете разносить микробы по своей квартире во время уборки также помните о том что у двери веник хранить нельзя несмотря на то что это казалось бы очень удобно в любой момент можете взять метлу и смести мусор нанесенный например в квартиру с помощью обуви особенно в зимнее время но вы должны помните о том что сквозь входную дверь ваш дом входит потоки положительной энергии а веник будет препятствовать этому удачи благоприятные перемены здоровье счастья не смогут попасть ваш дом ведь на входе их будет встречать веник туалет не место также для веника большинство людей именно там почему-то и хранят все средства инструменты для уборки укромный уголок за унитазом никому не помешает и всегда будет в зоне досягаемости это конечно же очень удобно однако лучше отказаться от такой идеи хранить веник в туалете повышенная влажность как как и в ванной комнате провоцирует опять же бурный рост всяких микроорганизмов которые потом во время уборки разносится по всему дому и вы знаете идеальным местом для хранения веника и прочих инструментов для наведения чистоты вашей квартире доме называют место вне вашего жилища что же это может быть это может быть застекленный балкон или лоджия где всегда сухо тепло и свежо еще одно отличное место для домового и для вашего веника это кладовка там хранителю вашего дома никто не будет мешать а сам веник не станет преградой для потоков позитивной энергии и еще один маленький совет регулярно обновляйте веники веники и не допускайте поломанных и стертых против например также треснувшие ручки и других повреждений потому что тогда если в ваш веник будет не поломаны будут прекрасном рабочем состоянии то ваш дом и ваша жизнь будут как полная чаша обязательно покупайте новый веник только на растущую луну а вот старый веник нужно выбрасывать подальше чтобы никто не видел куда вы ее бросаете и так тогда никто не сможет ей воспользоваться для того чтобы навести на вас порчу никогда не берите чужой веник и никому не давайте свой неприятностей и бед не оберетесь знаете если сжечь старый веник то ждите разлада в семье нельзя даже в шутку бить ребенка веником потому что ребенок вырастет безвольным и слабо характерным который будет зависеть от чужого мнения если вы затеяли уборку а веник случайно выпал из рук срочно загадывайте желание потому что все задуманное вскоре сбудется помните о том что новым веником сначала заметите немного мусора с улицы в дом через порог так вы привлечете ваш дом богатство и недостаток если вы хотите отводить неприятного человека из вашего дома то сразу после его ухода заметите за ним его следы также не спешите подметать пол после ухода дорогих и приятных вашему сердцу гостей в противном случае вы их отвалите из своего дома также не позволяйте никому подметать в вашем доме иначе лишитесь удачи и успеха в жизни в одном доме следует подметать мусор только одним веником два веника знаете так бедности и богатство как говорят наши народные приметы по углам разбежится а злые духи будут перескакивать с одной метлы на другую и вы не сможете от них избавиться поэтому если например у вас два веника то вы сами для себя должны определить какой веник у вас например для квартиры или для дома а какой вы используете на балконе например чтобы подметать или на улице то есть это должны быть несколько отдельные веники с определенными целями и задачами помните веник никогда не должен валяться на полу если вы желаете вымести из дома весь негатив то обязательно проведите уборку на убывающую луну начните мести из самого дальнего угла вашей квартиры или дома и заканчивайте у входной двери и соберите весь подметенный мусор в прочный пакет туда же и положите веник завяжите и как завяжите их достаточно хорошо и отнесите на помойку а принеся в дом новый веник обязательно загадайте желание она обязательно сбудется и чем чаще вы будете нести таким веника тем быстрее реализуется задуманное